За нарушение запрета о выходе и выезде на лёд придётся заплатить штраф от 500 до 2000 рублей. Такие поправки внесены в закон Ненецкого округа об административных правонарушениях. Речь идёт о периоде ледостава или дохода. Каждой осенью и весной жители региона нарушают установленные запреты. Наказание рублём, по мнению законодателей, должно дисциплинировать население и привести к уменьшению количества чрезвычайных ситуаций, провалов под лёд, людей и техники. Ввести штрафы за нарушение запретов о выходе и выезде на лёд – инициатива городского совета. По мнению депутатов, финансовая ответственность там, где не действуют установленные законом запреты, поможет избежать нарушений закона, а главное – снизить риски чрезвычайных ситуаций на водоёмах. Необходимость внесения данного законопроекта обусловлена тем, что каждую осень и весну на водоёмах Ненецкого округа происходят провалы под лёд людей и техники. Население игнорирует запрещающие аншлаги и постановления муниципальных образований о запрете выхода и выезда на лёд в необорудованных местах. Следует отметить, что в действии закона не распространяется на выход и выезд на лёд в установленных местах, на приспособленные снегоболотоходные техники по организованным маршрутам, а также на аварийно-спасательные и поисково-спасательные службы, скорую медицинскую помощь. Для всех остальных случаев предусмотрено наказание с конкретными суммами, а именно от 500 рублей до 1 тысячи рублей за выход на лёд в местах, где выставлены запрещающие знаки в период действия запрета, и от 500 рублей до 2 тысяч рублей за выезд на наземных транспортных средствах на лёд, где выставлены запрещающие знаки в период действия запрета. Исполнение закона и назначение штрафов будет возложено на каждое муниципальное образование. Штрафы и наказание рублём с такими нововведениями оказались согласны не все депутаты округа. Мнения разошлись. В день принятия закона на сессии регионального парламента категорически против законопроекта высказался Андрей Ружников. Вы же прекрасно знаете, что во многих сёлах просто необходимость есть. Люди и так уже наказаны тем, что в селе работы нету. Они вынуждены ездить в город, чтобы обеспечить свою семью каждый день на работу. И что мы сейчас будем? Ставить главу мэра города на берегу, чтобы он там с лагом ходил и штрафы раздавал. Вы почему опять залазите в карманы жителей округа? Они вынуждены. Вот мы сто лет жили без этих штрафов. И жили бы ещё бы сто лет. Люди и так наказаны тем, что они вынуждены. Вот Алексей Леонидович, глава Заполярного района, он полностью был прав. Если бы у нас была бы официальная дорога к этим сёлам, для того, чтобы они могли ездить на работу, тогда да, я бы, наверное, поддержал бы вас. Но у нас этого нет возможности такой. То, что Андрей Григорьевич сказал, что пустошаем кошельки наших граждан, я думаю, что вот из-за безалаберности и из-за безответственности таких граждан, которые выходят на лёд, приходится привлекать средства наших спасательных служб, МЧС, вертолёты, службы скорой помощи. Вот это, наверное, никто не учитывает. К сожалению, это тоже затраты бюджета. Большинством голосов окруженных депутатов законопроект был принят во втором окончательном чтении. А это значит, что на территории Нарьинмара закон начнёт действовать уже этой весной, в период ледохода. Остальным муниципальным образованиям дали отсрочку до 1 января 2018-го. Стоит отметить и тот факт, что Неницкий автономный округ до сих пор был единственным северным регионом, в котором не была предусмотрена административная ответственность за нарушение запретов о выходе и выезде на лёд в период ледостава и ледохода. Субтитры создавал DimaTorzok